Всем привет! Где находятся самые красивые смотровые площадки Украины? Расскажу в сегодняшнем видео. Этот ролик выходит на основе моего же текстового материала, который был опубликован в блоге daba.ua. Ссылку на него ищите в описании. А также при поддержке патронов. Станьте и вы покровителем канала, получите доступ к закрытым материалам и попадайте в каждый ролик. Подробности под видео. Итак, самые красивые смотровые площадки Украины. Сразу стоит сказать, что это не топ, не рейтинг, это просто список красивых смотровых площадок. Каждый вправе сам решить, какая из них лучше, а какая хуже. И открывает этот список стеклянный мост в Киеве. Конечно, это спорный проект, я о нем уже много раз говорил. Спорный в том плане, что Киев, на мой взгляд, больше нуждается в фильтрах на мусоросжигательный завод, чем в туристических объектах. Спорный, например, в том, что от стеклянного моста здесь одно название, но отрицать, что это крутая смотровая площадка, смысла нет никакого. Как бы я к этому творению не относился, виды с него действительно шикарные. Этому мосту посвящено как отдельное видео на моем канале, сразу после его открытия, так и эпизодическая роль в ролике под названием «Летний Киев». Советую посмотреть, ламповость зашкаливает. Еще одна смотровая площадка в Киеве – это Родина-Мать. Ей тоже на моем канале посвящено отдельное видео. Все ссылки будут в описании. Прежде всего, стоит отметить, что Киевская Родина-Мать – одна из самых высоких статуй в мире. Подъем на смотровую площадку происходит только при благоприятных погодных условиях, если нет сильного ветра и осадков. Это увлекательные друзья-приключения. В сопровождении инструктора вы сначала поднимаетесь на наклонном лифте, потом на обычном лифте, а потом еще и по лестнице. К сожалению, сейчас уже нельзя вылезти из люка на самой высокой точке статуи. В цели безопасности на щите Родины-Матери была оборудована специальная клетка. Тем не менее, там тоже очень красиво. Наверное, каждый харьковчанин гордится парком Горького. Оставим сейчас вопрос благоустройства об этом как-нибудь в другой раз. Сегодня же уместно будет вспомнить, что в этом самом парке находится самое большое в Украине колесо обозрения. Высшая точка, на которой вы поднимаетесь в нем, это 55 метров. Я заценил ролик про Харьков от 2017 года, ищите на канале. А еще в парке Горького есть канатная дорога. С нее открывается вид на Сажин Яр и один из старейших районов города Павлово поле. Знаю, что в Харькове нас снова ждут, но, к сожалению, наши пути пока не пересекаются. Надеюсь, что мы с женой приедем к вам в следующем году. А пока можете делать ставки, какие три города Украины мы сняли для вас на минувшей неделе. Конечно, если вы не подписаны на мои остальные соцсети и до сих пор этого не знаете. Ну а самые лучшие ставки на спорт на париматче. Топовые коэффициенты на главные спортивные события и денежный бонус для каждого моего зрителя. 2,5 тысячи гривен по ссылке в описании. Успейте забрать. Иванова гора в Полтаве, пожалуй, одна из самых милых локаций для отдыха горожан. Сама по себе Иванова гора уже смотровая площадка, но есть на ней еще деревянная подольская башня, откуда вид еще более впечатляющий. Если бы я делал топ наиболее понравившихся мне мест в городах Украины, это бы наверняка было бы в числе лидеров. Кстати, может быть мне сделать и такой топ? Если вы за, так и напишите. Я за топ. Давайте сделаем так. А там будет видно. А вот тут мы еще не были. Небольшой городок Залещики окружен Днестром и стоит на полуострове, вокруг которого раскинулся величественный Днестровский каньон. В интернете ходят множество красивых фотографий с видом на город и сам каньон. Для всех интересующихся скажу, что увидеть Залещики именно с этой точки можно из села под названием Крещатик. Обзорная площадка находится именно там. Обожаю Мукачева, а замок Паланок мой любимый замок в Украине. Наверное потому, что он наиболее ухоженный. А может быть потому, что это самый первый замок, который я увидел в Украине. Не знаю. Как бы то ни было, именно отсюда мой любимый вид из всех замковых гор. Прекрасный вид на город и горы, которые его окружают. Если вы еще не были в Паланке, вы многое потеряли. Перед поездкой советую ознакомиться с моим роликом о городе. Следующая смотровая площадка, заслуживающая внимания, находится в небольшом городке Глухове. Глуховская башня имеет высоту 41 метр и с марта по ноябрь открыта для посещений. По крайней мере именно такую информацию я нашел в интернете. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Внутри башни находится винтовая лестница, а сверху открывается красивый вид на трехафанасийский кафедральный собор. С удовольствием как-нибудь заруфим и ее. Минору мы подробно сняли и рассказали о ней в одной из трех серий о Днепре. В комментах было много людей, которые обвинили меня в том, что я перестарался с рекламой. Наше размещение в Миноре действительно было бесплатным и в рамках сотрудничества. Но что касается внутреннего убранства, дома Пчелкина и крыши этого комплекса, то все это я снимал исключительно по собственному желанию. На мой взгляд, вид с крыши Миноры действительно неплох, и это локация Маст Визит. Там же, кстати говоря, можно заказать экскурсию, которую вам проведет либо Яна, как нам, либо кто-то другой. Я три раза был во Львове и ни разу мне не удалось подняться на ратушу. Эта обзорная площадка пока недосягаема для меня, но я надеюсь, что рано или поздно удастся подняться на нее и показать вам самый лучший вид на Львов. Высота этой обзорной площадки 65 метров, по пути можно разглядеть механизм старых башенных часов, а наверху вид на старый город и его храмы. Раз уж мы заговорили про Львов, думаю, что эта локация может поспорить с ратушей за звание лучшей обзорной площадки города. Несмотря на то, что физически замка во Львове уже давно нет, замковая гора-то осталась. Находится она на высоте 400 метров и тоже обозревает старый город только издали и более общим планом. Также мои рекомендации. Лучшая панорама Чернигова за совершенно смешные деньги – это колокольня Троицко-Илинского монастыря. Вид на город с высоты 58 метров очень даже неплох. Вход раньше стоил 5 гривен, сейчас, возможно, чуть больше, но лично я сделал бы его гораздо дороже, чтобы люди научились ценить то, что имеют, потому что такого количества наскальной живописи нужно еще поискать. В общем, вид с высоты на Чернигов крутой, вид внутри колокольни – это боль. Я был в Одессе несколько раз, но впервые узнал о крыше мира только во время написания этого материала. Находится она возле театра музыкальной комедии по адресу Итальянский бульвар 1-1. Это обычная высотка, по сути, но с обзорной площадкой. Высота, на которой вы сможете посмотреть на море, порт и исторический центр – 50 метров. Понятное дело, что этот список был бы неполным без смотровой площадки на замковом мосту в Каменец-Подольском. Я думаю, что нет такого человека, который был в Каменце и при этом не знает, где эта локация находится. Наверное, лучшие фотографии на фоне замка делаются именно там. Мы с Любой тоже не стали исключением, когда посещали город в 2018 году и тоже зафотались на этом месте. Из большого многообразия городских ратуш отдельно выделю еще Ивано-Франковск. На ратушу этого города мне удалось подняться. Ее высота небольшая, всего 33 метра, но исторический центр сам по себе очень низкий, поэтому все храмы, стоящие вокруг, открываются как на ладони. А еще в здании находится Краеведческий музей. Совершенно роскошный вид открывается с замка в Хусте. Сам по себе Хуст – это топовый город в рамках Украины. Многим городам есть чему поучиться у этого малыша. А уж вид замка – это вообще огонь. К сожалению, сам замок в Хусте сохранился только в виде руин. Почему именно – узнаете из моего ролика про этот город. Также ищите на канале. Конечно, это далеко не все смотровые площадки Украины. Про некоторые не вошедшие в этот ролик я написал в материале для daba.ua. Ссылка на него, напомню, в описании. Там же в описании линки на упоминаемые сегодня ролики и, конечно же, паримач. Бонус 2500 гривен, друзья. Не забываем. На этом все. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok